МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это вечерние факты в студии Анна Горлова. Здравствуйте. Подведем итоги этого дня и вот некоторые его темы. Ты прививочку зарабыла, Ника Норовна? Да давно уже зарабыла, Христофорна. Вот и что. Утром частушки, вечером вакцинация. На Кубани укол от коронавируса делают целыми коллективами. Мы растем по ковиту. Мы снова возвращаем ковидные койки. Ковидное дежавю, которое можно предотвратить. Губернатор встретился с медиками и обсудил, кого нужно вакцинировать в первую очередь. Первая гильза – это земля с мемориалов, захоронений, одиночных могил. Доказательства подвига в память о прорыве голубой линии в Крымском районе потомкам передали военные атрибуты. Какие и где их можно увидеть? Тапочки подносить – это не для них. В День кинолога расскажем о том, как удалось перевоспитать бигля и кого спасают на юге четвероногие МЧСники. Прививка для тех, кто чаще всего работает с людьми. На Кубани ведут обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Такое решение принял Вениамин Кондратьев в ходе совещания с ведущими медиками края. Эпид-ситуация напряженная. 16 июня в регионе фиксируют рост заразившихся COVID-19. Врачи повторяют вновь и вновь вакцинирование – единственный способ уберечь себя от опасного вируса. Этот материал готовится к эфиру. Мы к нему вернемся. Пока продолжаем. К сожалению, уходить COVID-19 пока не планируют. Напротив, смело шагает по стране, увеличивая количество заболевших. Самая неблагоприятная ситуация в Москве и Санкт-Петербурге. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости наращивания темпа вакцинации. О прогнозах специалистов и защитных мерах расскажет Людмила Юдина. Вести с коронавирусного фронта все тревожнее. В целом по стране за последнюю неделю резко увеличилось число заболевших. Вирус мутирует, а его штаммы все опаснее и коварнее. Сегодня врачи заявили о новой тактике COVID-19. По их словам, теперь надоевшая всему миру зараза за считанные секунды может спровоцировать еще и тромбоз сосудов, который вызывает внезапный инфаркт. Вместе с тем медики уверяют, что вакцины эффективны и против новых штаммов коронавируса. В том числе и самого опасного, бушующего сейчас в Москве, индийского. Я считаю, что прививки обязательны и государство должно принимать более строгие меры к их проведению. Потому что это единственное, что может прервать пандемию и освободить нас от отношения масок, от всех этих ограничений. Самое главное избежать смерти. По словам ректора НИЦ имени Гамалея, коллективный иммунитет пока не достигнут. И единственный способ защититься от COVID-19 – строгое соблюдение профилактических мер. Нежелающих вакцинироваться все еще достаточно много. Общество поделилось. Одни против прививок, но как будем жить с приходом холодов, они не знают. Другие считают, что слишком либеральничают наши власти с антипрививочниками, которые опять вгоняют нас в эпоху локдаунов и запретов. А вот мэр Краснодара Евгений Первышев на главной городской планерке сегодня рассказал, как будут поступать с непривитыми чиновниками, заболевшими коронавирусом. Если у нас сотрудник администрации будет выявлен факт заболевания коронавирусной инфекцией среди сотрудников администрации города Краснодара и подведомственных учреждений, если будет установлено, что этот сотрудник у нас не прививался от коронавирусной инфекции доступными вакцинами, значит данный сотрудник будет лишен любых премий, надбавок до конца этого года. Будет работать за голый оклад. Специалисты говорят, что южную территорию страны от роста числа заболевших спасает жаркая летняя погода. Столбики термометров сегодня в отдельных частях Краснодарского края поднялись до отметки плюс 36 и то ли еще будет. В Сочи в период наплыва отдыхающих усилили санитарную обработку мест массового скопления людей. Особое внимание, конечно, общественному транспорту и пляжным территориям. Их обрабатывают специальными составами. Решение, прививаться или нет, все еще остается добровольным. Министр труда России на днях напомнил, что в законе нет оснований для увольнения за отказ от вакцинации. Но уже в ряде регионах, в том числе в Кемеровской и Сахалинской областях, говорят о возможности отстранения от работы непривитых сотрудников. Взывая к сознательности соотечественников, культработники в этнографическом комплексе «Атамань» по-своему приглашают на прививку, поют частушки. Ведь понятным остается тот факт, что если до прихода холодов коллективный иммунитет не будет сформирован, высока вероятность очередного карантина. Вы забрались в «Атамань» и ехать через всю Кубань, как до казаков добраться, чтобы не заразиться. Не забудь, гость дорогие, вовремя привиться. Ты прививочку срабила, Ника Норовна? Да давно уже срабила, Христофоровна. Да. Людмила Юдина, Евгений Кардаильский, Кубань-24, Краснодар, Сочи, Темрюхский район. Кубанские медики, которые, рискуя жизнями, спасали людей на ковидном фронте, получили награды от президента России. Благодарности от главы государства сегодня вручила Анна Менькова и врачам, и персоналу краевых клинических больниц. С подробностями Наталья Авилова. Ноябрь прошлого года. Медсестра Инна Жужгова вместе с другими бойцами ковидного фронта работает на передовой, в красной зоне ККБ номер один. Рискуя собой, спасает тех, кого коронавирус не пощадил. Все плотненько приклеили, проверили, посмотрели, чтобы все стыки были закрыты, чтобы нигде ничего не лохматилось. Обязательно проверяем друг друга. А сегодня она получает медаль за выдающийся вклад в развитие Кубани из рук вице-губернатора Анны Меньковой. И это больше, чем просто награда в честь Дня медицинского работника. Это благодарность за спасенные жизни. Это очень волнительное событие для меня и немножко неожиданное. То есть мы делаем свою работу и неожиданно получить за свою работу такую высокую награду. Конечно, очень приятно. Очень приятно, что ценен труд не только мой, а труд всего нашего коллектива. Вместе с Инной Жужговой грамоты и медали получили еще 35 работников ККБ номер один. Медсестры, анестезиологи, фельдшеры, заведующие отделениями, сотрудники пищеблока. А труд заместителя главного врача Ольги Гараниной оценили в Кремле. Сегодня в ее руках не история болезней, а благодарность президента. Очень приятно получать в День медицинского работника благодарность от президента. Это значит о том, что наша работа и наши достижения были увидены, были услышаны и заслуженно медики получают награды. А еще хочу сказать огромное спасибо коллективу медицинских сестер и санитарочек нашего лечебного учреждения. Без их работы, без их самоотверженности, без их преданности к труду я бы никогда не получила эту заслуженную высокую награду. Честовали сегодня и медперсонал Краевой клинической больницы номер 2. Среди них врач-анестезиолог Мария Карипиде. В профессии она уже больше 20 лет. В самый разгар пандемии жила и работала в госпитале. Говорит, самое страшное – видеть глаза пациентов, которые уже не могут дышать самостоятельно. Наверное, вот это самое тяжелое, когда ты понимаешь, это когда он говорит тебе, а можно мне глоток воды? Ты ему даешь глоток воды и переводишь его на аппарат искусственной вентиляции. Был такой пациент. Я до сих пор не осознала о том, что меня наградили такой благодарностью. И очень благодарна руководству своему, который оценил мой труд. Благодарна президенту. Хотя ковидное отделение сейчас не пустует, но основная часть больницы работает в штатном режиме с соблюдением всех мер безопасности. Это позволило открыть несколько отделений, которые уже почти месяц принимают пациентов. Всего нами открыты три отделения, 90 коек. Это гастроэнтерология, эндокринология и неврология. Это плановая госпитализация? Это плановая госпитализация. Сегодня мы можем говорить о том, что вторая кровавая больница работает не только как ковидный госпиталь, но и оказывает плановую медицинскую помощь по нескольким направлениям. И важно не вернуться в состояние полного закрытия до госпиталя. Вице-губернатор также осмотрела новую регистратуру в здании диагностического центра. Здесь недавно закончили ремонт. Ждали его 15 лет. Простор и удобство пациентам теперь гарантированы. Теперь пациенты приходят, вот стоит инфомат. Они здесь получают всего 11 пунктов у нас приема пациентов. Получают талончик и идут непосредственно к регистратору. Это значительно увеличит проходимость пациента. Полностью вернуться к жизни без масок и других ограничений можно будет только, когда на Кубани будет достигнут коллективный иммунитет. А значит, работы у медиков в краевых больниц еще много. Сразу после награждения они вернулись к своим пациентам. Ведь борьба с невидимым врагом продолжается. А значит, впереди еще не одна битва за жизнь. Наталья Авилова, Денис Горбунов, Самир Гачаев, Кубань-24, Краснодар. Другим фактом. В Анапе на совещании с первым вице-губернатором Андреем Алексеенко обсудили проблему незаконной застройки курорта. В 2020-м администрация города подала 37 исков о сносе самостроев. В 2021 году уже 70. 46 зданий исключили из Росреестра, а 28 многоквартирных домов потеряли разрешение на строительство. На финальной стадии это, можно сказать, новый проект Анапы, новый генплан. Когда еще в советское время генплан города Анапы был номинирован на одном из международных конкурсов на как лучший генплан с курортных территорий. Поэтому я думаю, что тот генплан, который сейчас разрабатывается, пусть он называется, корректировка, он должен быть, конечно, не хуже. После сноса на месте самостроев появятся детские сады, школы, учреждения дополнительного образования и поликлиники. По генплану разобьют зеленые зоны, организуют места отдыха для туристов, обустроят береговую линию, чтобы подчеркнуть главную достопримечательность Анапы – это песочные пляжи. С начала года здравницы Кубани посетили более 3,5 миллионов человек. Эти цифры приводят минкурортов региона. Загрузка Черноморского побережья – 64%, а Азовского – 46%, а в допандемии на 2019-м в это же время было 30% наполняемости. Это значит, что популярность приазовских курортов увеличивается. С чем это связано и что еще интересного можно увидеть и попробовать на Кубани? Советы для путешественников в следующем материале. Свой логотип обрел Ейск, самый северный курорт Край. Его уже установили на одной из оживленных автомагистралей. Этот символ местные ласково называют Ейка – отличительный знак города. Светокубиков напоминают о теплом море, щедром солнце, тенистых парках. За этим сюда и едут насладиться дарами природы. Море теплое, с детьми удобно, песочек. Нас все устраивает. Просто у нас много знакомых, много родственников приезжает на это Азовское море, так как говорят, оно более чистое, более мелкое, комфортно. И более экономичное. На пляжах Ейского района даже высокий сезон не бывает тесно. И везде можно найти интересы по вкусу. Косу Камышеватскую в этом году освоили парапланиристы. Они любого туриста могут познакомить с небом. На косте долгой тренируются серферы и кайтеры. Привычен пейзаж с парусами и на пляжах города. Тренер Владимир Ким привез из Москвы 27 детей. Для него эти места стали открытием. Обычно спортивные сборы проходили в Египте. Не ожидали. Приятно удивлены. Собственно, вернемся. Даже, наверное, в этом году с более старшей командой в августе вернемся сюда, на этот же клуб, если возможно. Активно отдохнуть на Кубани можно не только у моря. Горы до самых небес покорят воображение любого путешественника. Чтобы запечатлеть эффектные кадры, нужно преодолеть крутые лесные тропы. Но зато там, наверху, душа поет. Для туристов работают экскурсионные маршруты. Вот так в парящем полете можно пересечь горную реку, пощекотать нервы, преодолев склоны на джипах. И посчитать, сколько живописных водопадов встретится на пути, пока едешь по горной узкоколейной железной дороге. Миллионы лет назад здесь жили гигантские моллюски. Плавали невиданные рыбы и огромные динозавры. Все популярнее становятся гастрономические туры по Кубани. Локации, где подают деликатесы, гурманы в секрете не держат. От Сочи до Тамани вылавливают самую востребованную рыбку – барабулю. Ее жарят, запекают в духовке или на углях, отваривают. Из нее получается необычная начинка для пирогов, наваристый суп и праздничный студень. Рыбку свежую от несвежей отличить очень просто. Свежая рыбка, она пахнет морем, не расползается. Всегда есть смысл заглянуть в глазки. Иногда продавцу. Сначала продавцу, потом рыбе в глаза. Более 200 тонн деликатесов миди и устриц производят ежегодно аквафермы Краснодарского края. А 80 винодельческих предприятий готовы угостить благородным напитком. Я восхищена местными производителями. Конечно, супер, здорово, молодцы. Даже из Московской области приехали. Очень впечатлила выставка. А этот уголок особенно. Такие вещи здесь встречаем, которых нигде не видели. В Крымском районе любители средиземноморской кухни попробуют артишоки. Их стали выращивать в теплицах и подавать в ресторанах. А на козье и коферме даже самые маленькие привереды найдут любимое лакомство. Приехала женщина к нам с детками. И у нее сыночка, она ему все время искала, что же такого, чтобы он полюбил. У нас был йогурт, мы как раз его сделали. И она ему дает. Он такой говорит, нет, мне не нравится. Она пробегает вокруг нее круг, возвращается, говорит, мам, да еще. От нежной феты с ароматными травами до классического пармезана сыровары Кубани ручаются, что превратят вас в сыроверов. Забрать домой вкусные презенты значит проглеть удовольствие от отпуска. Но в следующем году стоит обязательно вернуться, чтобы попробовать новое и снова вдохнуть чистый воздух, которым не надышаться. Вот это да! Мария Николаева, Игорь Хашубин, Кубань, 24. Их слух в десятке о нюх тысячи раз острее, чем у человека. Они способны отыскать пострадавшего там, где отказывает даже техника. Все это о четвероногих спасателях. Сегодня в стране отмечают День кинолога. В современной России необходимость таких отрядов была доказана в 1995 году. Тогда, во время землетрясения в Нефтегорске, на поиски людей под обломками были брошены силы четвероногих специалистов. Сейчас на службе МЧС страны трудятся уже 600 хвостатых помощников. Оксана Андреенко увидела, как тренируются собаки-спасатели в Сочи. Собака способна отыскать человека под завалами даже там, где ультрасовременная техника бессильна. Без погон, но в амуниции на боевые дежурства выходят лабрадоры, овчарки, спаниели, терьеры, питбули и псы других пород. Особая гордость сочинского кинологического отряда – бегль по кличке Филя. Это единственный в России представитель породы, который официально аттестован на поисково-спасательные работы. Сложность такая, что они своя на равной породы. Самое главное – это управлять. Потому что если собака спонтанно бегает, не попадя где, особенно это присуще вот этой породе, где бы побегать, в общем-то это неправильно. Но вот мы как-то справились и бегали у меня. Вот как ни странно, это редкий случай. Маленький, легкий, старательный Филя покорил кинолога Елену Лебедеву с первых дней тренировок. Вместе они провели уже не один десяток спасательных операций. Звонкий лай, совсем не характерный для этой породы, запал в душу и слышно его издалека. Так пёс показывает, что искомый объект обнаружен. Четвероногий спасатель сделал свою работу. В Краснодарском крае первый кинологический расчёт появился в 2003 году. Сегодня их вместе с филиалами уже 24. За прошедшие годы собаки стали постоянными участниками операций. Наши собаки аттестованы на несколько видов работ. То есть это поиск в горно-лесистой местности, поиск в техногенном завале, поиск под лавиной. Каждый год собаки проходят аттестацию для ведения работ. В год у нас более 40-50 выездов собак. Туристы приезжают, не зная маршрутов, идут гулять, теряются. Приходится идти на поиски людей. Обучение щенка начинается, как правило, с трёх месяцев. И уже к году собака готова к работе. Только учить животных, говорят спасатели, нужно исключительно ласки. Точно так же, словно играючи, потом работать в местах ЧАЭС. Поисковая собака Гера по хвале хозяина, конечно, рада. Но на трудовые подвиги её больше стимулирует лакомство. Ничего не поделаешь, лабрадоры, говорит кинолог Александр Припутнев, порода, которая любит хорошо покушать. Но своё дело Гера знает, и за 6 лет собачьей жизни успела спасти не одну человеческую. Отправляясь на поиски, кинологи экипируют не только себя. Это специальные собачьи ботинки для работы в техногенных завалах, чтобы они не повредили стёклами, гвоздями, лапу себе. Есть так же, как и у спасателей, у них своя страховочная система. То есть она используется для переправы собаки, допустим, через какие-то каньоны, ущелья, либо же при десантировании с вертолёта. В горной местности добраться на вызов, прыгнуть в машину с мигалкой не получится. Спасателей, в том числе четвероногих, тренирует сама природа. Территория, за которую отвечает сочинский кинологический отряд, весь Южный округ. В год проводится до тысячи операций. Летом теряются туристы, сошедшие с маршрутов осенью, невнимательные грибники. А зимой сотрудникам МЧС приходится дежурить на горнолыжных курортах. В пиковые дни поступают в больницы до сотни горнолыжников и сноубордистов. Многие из них обязаны жизнью, острому нюху и специальной подготовке мохнатых спасателей. Оксана Андреенко, Яна Кулешова, Сергей Щербин, Кубань-24, Сочи. Ну а сейчас возвращаемся к теме вакцинации. Прививка для тех, кто чаще всего работает с людьми. На Кубани ведут обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Такое решение принял Вениамин Кондратьев в ходе совещания с ведущими медиками края. Эпидситуация напряженная. 16 июня в регионе фиксируют рост заразившихся COVID-19. Врачи повторяют вновь и вновь. Вакцинирование – единственный способ уберечь себя от опасного вируса. Яна Бузычкина знает все подробности. Есть слово. Высокий процент поражения легких состояний – критическое. Глядя на эти кадры из красной зоны, самому становится как будто труднее дышать. И если раньше здесь чаще всего оказывались пациенты за 50, теперь же на койках люди гораздо моложе. Вирус не щадит никого. Бьет даже по тем, у кого нет вредных привычек или хронических заболеваний. Эпидситуация в регионе напряженная. Об этом губернатору ведущие врачи края говорили еще в пятницу. На встрече по случаю Дня медицинского работника. Количество заболевших за последнюю неделю выросло во многих муниципалитетах Кубани. В том числе и на курортах. Только в Туапсинском районе рост почти в три раза. Тревожные сигналы. Как сделать так, чтобы в регионе вновь не открывали ковидные госпитали? Обсуждали сегодня. Я вам обещал, что мы отдельно проведем совещание в пятницу. Буквально в понедельник. И вот мы его проводим. Потому что я понимаю, что ваша озабоченность, она не вызвана просто желанием высказаться. А огромной-огромной тревогой и переживанием за людей. За жизнь людей. Если мы снова, как сказал Владимир Алексеевич, возвращаемся к ковидным койкам, то на этих койках кто-то будет лежать. И в ковидных реанимациях кто-то будет лежать. Но почему-то мы так устроены, что мы думаем кто-то, но не мы. Но врачи бьют тревогу. Еще раз подчеркиваю, ведущие руководители наших клиник, они же бьются за нас. Они же о нас переживают. Значит, мы, коллеги, должны сделать все, чтобы все-таки достучаться до каждого жителя края. Чтобы он просто не оказался на вновь возвращенных ковидных койках. Не оказался. И не дай бог ковидной реанимации. Не оказался. Мы растем. Мы снова растем. Конечно, будем разворачивать ковидные госпитали, ковидные реанимации, ковидные койки опять будут в больнице. Но еще раз подчеркиваю, наши уважаемые врачи хотят сделать все. Еще раз подчеркиваю, чтобы жители края на этих койках не оказались. Давайте просто им поможем. Коллеги, я обращаюсь ко всем. Главам муниципальных образований. К муниципальным командам. Давайте им поможем. Защититься от ковид-19 сегодня можно только прививкой, уверены медики. Чем раньше, тем лучше. Мутировавший вирус в разы опаснее у Ханьского. Индийский более агрессивный штамм. Врачи настаивают и просят ввести в регионе обязательную вакцинацию для тех, кто чаще всего взаимодействует с людьми. И становится звеном цепочки по распространению опасного вируса. Нас очень пугают всех. Вызывает озабоченность всего мира штаммы. Вы видите, вот сейчас 4 штамма наиболее актуальные. Альфа, бета, гамма и дельта. Дельта – это знаменитый наш индийский штамм. И что пугает в этом индийском штамме? Сколько один больной передает другим? От 5 до 8 человек уже возрастает заразность. Мы движемся куда? Мы движемся к этим детским. Вот на все-таки, что нам не даст вставать, насколько это заразные детские инфекционные заболевания. Мы движемся туда. Нам просто необходимо сейчас ввести вот эту обязательную вакцинацию. Дальше время основным штаммом, циркулирующим на территории России, является индийский вариант, который взял на себя две трети случаев инфекции. При этом эффективность вакцинации сохраняется. По информации НИС Гамалеи, шанс, что разовьется среди тяжелое или тяжелое течение у вакцинированных в 14 раз ниже, чем у невакцинированных. Получив вакцину, человек будет защищен, в том числе и от индийского штамма. Сегодня мы стоим на пороге очередной волны пандемии. И только вакцинация может помочь предотвратить тот авральный режим, в котором мы работаем в 2020 году. Предлагаю последовать примеру Москвы, уже и Санкт-Петербурга, и еще других областей, ввести в Краснодарском крае обязательную вакцинацию для медицинского персонала, плановых пациентов, студентов и ряда других декретированных групп. Конечно, решение непростое, но вынужденное. Особенно, когда новый штамм распространяется на самых маленьких пациентов. Вот мы в пятницу собирались, поздравляли друг друга, а в это время в больницу поступил ребенок экстренно, из Ненецкого округа. И на следующий день появились признаки ОРЗ. Взяли ПЦР, ковид. Закрываем сегодня целое отделение, экстренно расписываем. 28 детей, 10, еще 28. Закрываем плановую госпитализацию. Ситуация действительно очень сложная. Честно говоря, я жду, не дождусь, когда будет прививка. Потому что у меня есть внучка, 9 лет. Я страшно боюсь за ее здоровье и за ее жизнь. Я бы очень хотела, чтобы прививка детская появилась нам быстрее. Но мы можем сейчас, даже без детской прививки, создать ситуацию, когда наши дети не будут подвергаться угрозе. Я призываю всех, кто имеет какое-то влияние на жителей нашего края, создать условия, когда люди поймут, что без этого мы обречены. И обречены не только взрослые, старики, больные люди, но уже обречены и дети. Это страшно, потому что дети – это наше будущее. Если мы его не будем сохранять, мы потеряем все. Вакцинация, она необходима и необходима и того контингента, который является первой линией. Это те люди, которые вступают в контакт с жителями, с гражданами, с пациентами. На сегодняшний день мы имеем грозный штамп, который дает сочетанные поражения. И эти поражения очень сложны в терапии. Нам приходится подстраиваться. Безусловно, наверное, мы, к сожалению, видим те слезы и тяготы, когда эти малыши попадают в реанимацию. Мы видим, насколько это можно было предотвратить. А эти дети все в основном из очагов, из взрослых очагов, из семей. И, конечно, безусловно, только вакцинация, если есть такая возможность, ее организовать. Тяжело видеть, когда малыши попадают в реанимацию с ковидом. Мы еще полгода назад об этом не говорили. Еще раз подчеркиваю. Тяжело видеть, когда малыши попадают в реанимацию с ковидом. А если, не дай бог, у них проблемы со здоровьем, то, как сказала она офицер Хусейновна, фатальный исход. Окончательная победа над пандемией будет возможна, когда прививку от коронавируса сделает большинство жителей края. Таким образом будет достигнут коллективный иммунитет. В регионе достаточно вакцины, работают стационарные и мобильные привычные пункты. Но на текущий момент не все готовы перейти на сторону здоровья. Из-за этого бороться с невидимым врагом врачам очень сложно. Действительно, мы готовы развернуть 7 тысяч коек. Это значит, что все 27 госпиталей мы заново будем открывать. Развернем 7 тысяч коек. Но это значит, что плановая госпитализация будет отменена. Люди не получат помощь необходимую. Но это неизбежно. У нас хорошая вакцина. Ей надо прививаться. Мы имеем в большом объеме. Мы открыли огромное количество. Все врачи на это заточены. Они сегодня как психологи работают. Они с каждым пациентом объясняют. Защитить себя или надеяться на авось? Выбор, кажется, очевиден. Но не всем. Тех, кто распространяет информацию о заговорах и жидком чипировании, врачи приглашают на экскурсию в красную зону. В отличие от ситуации 2020 года, в настоящее время у нас есть вакцина, которая позволит как-то контролировать ситуацию. Есть средства, которые могут нам помочь. Второе средство – это переболеть. Но я считаю, что здравомыслящий человек выберет именно первый путь вакцинации. Нужно как-то больше идти в массы. И причем, может быть, разрешить блогерам, может разрешить этим ковид-диссидентам зайти в зону, показать всех этих тяжелых больных на ИВЛ, лежащих. Ситуация, которая складывается в регионе, просто не оставляет выбора. Выслушав доклады рекомендации ведущих медиков края, губернатор просит высказать мнение главного санитарного врача. Мария Потемкина отмечает, что уже готовит постановление об обязательной вакцинации. Кто бы что ни говорил, а мы должны делать, потому что мы же отвечаем сегодня. И за коллективный иммунитет, и за людей, которые живут в крае, мы отвечаем. Потому что экономика – люди, образование – люди, наука – люди, агропромышленный комплекс – люди, промышленность – люди, курорты – люди, везде люди. Они должны быть и здоровые, и живые. И как этого добиться? Слушать тех, которые ни за что не отвечают? Ни за что. А там клавишами кладкают на своем компьютере, либо в телефоне. И там рассуждают о чем-то. Но они ни за что не отвечают. Ни за экономическое развитие края, ни за жизнедеятельность региона. И за людей они вообще не отвечают. Вообще. Словоблудием занимаются. Постановление будет подписано в ближайшее время. В нем будет прописано, кого в первую очередь коснется обязательно вакцинация. Яна Бусычкина, Антон Березин, Вадим Волков, Кубань-24, Краснодар. Сегодня в селе Кеслерово прошла торжественная церемония захоронения останков 71-го советского воина. Поисковики нашли павших героев на территории Крымского района. Имя одного из красноармейцев удалось установить. Орешников Василий Кузьмич. Родственников, к сожалению, найти не удалось. Сегодня он также со своими сослуживцами был захоронен. И благодаря установленному имени удалось предположить имя еще 10 бойцов. Эти солдаты были найдены в траншеях, в окопах. Погибли они все летом 1943 года. 8 бойцов были найдены на особке героев. Самые крупные воздушные сражения в период Великой Отечественной прошли именно там. Захоронения, приуроченные ко дню памяти и скорби, пройдут и в других территориях края. В горячем ключе Абинском районе, станице Старотитровской. Уникальные предметы из городов воинской славы будут храниться в Краснодарском музее имени Фелицина. Их передали на торжественном митинге в Крымске, посвященном прорыву голубой линии. Это одна из важнейших операций, которая во многом переломила ход войны. О том, как советским бойцам удалось победить и какое наследие получат потомки в 2045 году, расскажет Евгений Кардаильский. Готенкуб. В переводе – голова Гота. Так назвали немцы свой оборонительный рубеж, который шел от Черного моря до Азовского. Подобных линий во время Второй мировой войны было всего три. Линия Моженова Франции, Маннергейма Финляндии и немецкая на Кубани. Голубая. Так в советских документах обозначали линию смерти, 577 защитных огневых точек, почти 19 квадратных километров минных полей, 85 километров проволочных заграждений и 17-я армия под руководством Эрвина Густава Йонеке. Эта преграда отделила стратегически важный Таманский полуостров. Главным узлом немецкой обороны стала высота 121,4. Ее штурм длился 14 дней. В небе гремели самые крупные воздушные бои на Кубани. В них участвовали Покрышкин, Кожедук, Бершанская. Сопку захватывали несколько раз, но закрепиться не удавалось. Артиллерийским и минометным огнем немцы снова и снова отбрасывали советских бойцов. Этот ад, вспоминают очевидцы, длился 14 дней. А когда враг отступил, высоту стали называть Сопкой Героев. В 1965 году, к 20-й годовщине Великой Победы, на Сопке Героев был открыт памятник Алеши. Этот 11-метровый монумент стал символом героизма, храбрости и самопожертвования, которые в полной мере явили наши бойцы в боях за прорыв голубой линии. Прорыв голубой линии – один из важнейших этапов битвы за Кавказ. В сражениях погибло 24 тысячи солдат. 16 из них при штурме высоты 121,4. Для молодежи я бы пожелал знать историю, любить Родину. Она одна. Где бы человек ни работал, где бы он ни жил, в какой части следа, Родина одна. Ее надо любить, чтобы защищать. Потому что защищать, не любя, нельзя. Ее надо готовиться защищать. И строить хорошую, красивую, мирную жизнь. Соединить поколение ветеранов с теми, кто родился под мирным небом и не знает ужасов войны, призвана акция «Наша Великая Победа». Она помогает понять, насколько страшной была та война и каким великим подвигом стала победа. И вот через 76 лет после того, как над Рейхстагом водрузили Знамя Победы, на Крымской земле состоялась передача так называемых гильз памяти. Их привезли из городов воинской славы Краснодарского края. Первая гильза – это земля с мемориалов, захоронений, одиночных могил, где лежит прах ветеранов, которые защищали Краснодарский край. Вторая гильза – это послание ныне живущих ветеранов Великой Отечественной войны потомкам к столетию Великой Победы. Это они, ныне живущие ветераны, передают свой опыт, послание, постулаты жизни, мира, добра тому поколению, которое будет через 25 лет. Все капсулы будут переданы в музей-заповедник имени Фелицина в Краснодаре, где они будут храниться до 9 мая 2045 года. Послание прочитают в день празднования столетия Победы. Нам очень важно, чтобы все наши дети выросли такими же патриотами, как выросли наши деды, как выросли мы. И если вот эта преимущественность поколений будет у нас всегда, наш народ не победит. Сейчас нет войны, но война ведется на другом направлении. Идет информационная война, идет искажение нашей истории. Этого мы не допустим. Ежегодно проводятся десятки мероприятий, посвященных ветеранам. Проходят открытые уроки в школах. Молодому поколению рассказывают правду о войне, о том, как Кубань стала местом кровопролитных сражений. Через наш край враг рвался на Кавказ и к Черному морю. Но героизмом и жертвами его удалось остановить. И сегодня важно помнить эти страницы истории. Евгений Кардоильский, Роман Чернявский, Кубань-24, Крымский район. На Кубани начались мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. 22 июня страна вспомнит события 1941 года, начало Великой Отечественной войны. Эстафету памяти с горящим огнем приняли туапсинцы от города Сочи, а передали ее представителям отряда пост номер один из Геленджика. Торжественная церемония прошла на горке героев у мемориального комплекса неизвестному солдату. Мой прадедушка был сапером, дошел до Берлина, вернулся домой, но, к сожалению, покалеченным. Остался инвалидом на всю оставшуюся жизнь. Но я считаю, что историю просто обязательно всем знать, помнить, потому что, как говорится, история учит нас на ошибках. Зная историю, мы уже мало шансов того, что мы повторим те ошибки, которые были раньше. Завершится эстафета памяти завтра в Краснодаре. Напомню, 22 июня в 12 часов 15 минут Кубань вместе со всей Россией почтит память погибших Великой Отечественной. Сегодня в регионе поисковики проводят торжественные церемонии захоронения останков советских воинов, а ранним утром на стенах некоторых городских зданий края будут показаны огненные картины войны. Напоминаю о вероломном нападении на Советский Союз в 4 утра. И в завершении день защиты слонов в зоопарках отмечали в минувшие выходные по всему миру. Большие виновники огромной детской радости оказались в центре внимания. Несмотря на внушительные размеры тела, эти гиганты нуждаются в заботе. Особенно если родились в неволе, как обитательница геленджикского сафари-парка по имени Чани. Всю свою 55-летнюю жизнь она провела на Кубани, гастролировала с цирком и играла в кино. Сейчас Ланиха на пенсии, но страсть к выступлениям у артистки осталась. Она периодически удивляет публику. Часто даже это просто видно от того, что люди выставили в YouTube, допустим, какое-то видео. Мы даже этого не заметили, а она это исполнила. Залезла на вот такой вот небольшой камушек всеми четырьмя ногами и стояла, балансировала. В сафари-парке для слонихи создали условия для комфортной жизни. Она греется на солнышке, ест фрукты, принимает освежающие ванны и ежедневно купается в восторженных взглядах туристов. Вот такие факты у нас сегодня. А ко мне в студии уже присоединились мои коллеги Дмитрий Горшенев и Мария Фалькова. Добрый вечер. Сразу вопрос к Диме. Сегодня день летнего солнцестояния. Скажи, пожалуйста, есть ли какие-то народные приметы, связанные с этим празднованием? Если честно, каких-то конкретных примет я не знаю, но зато я точно знаю, что завтра на протяжении всего дня температурные значения будут повышаться. Это значит, что настроение у всех будет хорошее, ведь долгожданное лето наступило. Лето-то наступило, а вот примет я от тебя никаких не услышала. Маш, ну может от тебя какие-то приметы с этим днем в сегодняшнем спорте есть вообще? Ай, ну давай вместе порассуждаем. 2021 год, лето, есть какие-то ассоциации? Ну, одна ассоциация точно есть. Это Олимпийские игры в Токио. И ты в точку, конечно же, попала. Сегодня говорим об Олимпийских играх. Есть у нас Олимпийские новости. В первую очередь они связаны с женской сборной России. Парак Бесема. У них там большой праздник. В общем, факты спорт смотрите, все знаете. Обязательно посмотрим новости спорта. Также послушаем прогноз погоды буквально через несколько минут. У меня же на этом все. Я с вами прощаюсь и желаю прекрасного вечера. Всего доброго. Друзья, всем добрый вечер. У меня есть приятная новость для тех, кто долгое время ждал жаркого лета. В ближайшие сутки температурные значения будут повышаться. И подробнее об этом я расскажу вам прямо сейчас. По данным синоптиков, жители Европейской России ждет настоящий африканский зной засуха. На большей части среднерусской равнины с неба не упадет ни капли дождевой воды, а июньское солнце продолжит безжалостно палить. Температурный фон на 13-15 градусов станет превышать климатическую норму июня, что является аномалией. Так, например, только в одной Москве ожидается 5-6 температурных рекордов дня. У нас в Краине наоборот долгое время было прохладное лето. Осадки в виде дождя были частыми гостями у нас. И все как раз из-за огромного антициклона в европейской части России, который не выпускал осадки с нашего края. Вспомним, что на прошлом неделе сильные ливни давали о себе знать. В Краснодарском крае, в Крыму и в Ростовской области сейчас атмосферный вихрь, из-за которого как раз были продолжительные ливни, сместился к берегам Румынии и Болгарии. В связи с этим в нашем крае в ближайшие сутки синоптики обещают преимущественно без осадков. На погоду Кубани окажет влияние гребень антициклона северо-востока. В такой ситуации облаков в небе будет немного и в большинстве районов обойдется без осадков. Но все-таки в отдельных районах могут пройти кратковременные дожди. Во второй половине недели циклонический вихрь прилетит на Кубань, принесет за собой грозовые тучи. А пока будем наслаждаться переменой облачности, ведь при такой погоде солнце будет светить ярче и продолжать поднимать температурные значения. Температура морской воды в Черном море 20-22, в Азовском море 22-24. Ну а теперь отправимся на карту края, поговорим подробнее о температурах. На востоке плюс 30-34, в горных предгорных районах синоптики обещают Майкоп, Абширонск плюс 30-29, от Рады и Мостовской плюс 30-28. Также в горных предгорных районах возможны небольшие осадки в виде дождя. Отправляемся к следующей карте, к северу-центру и западной части нашего края. На севере Експриморская Ахтарск плюс 30, плюс 29. В Кущевской синоптике обещают до плюс 34. В центре плюс 33 на термометрах, а на западе Темрюк и Крымск плюс 26, плюс 29. Ну а теперь давайте посмотрим, чего все-таки ожидать от погоды на Черноморском побережье. Здесь, в Сочи, Туапсеге, Леджике, Новороссийске, в принципе, одинаковые температурные показатели до 25 градусов прогреются. Также, возможно, в первой половине дня кратковременные осадки в виде дождя. Ветер в восточной четверти 6-11 метров в секунду, температура воздуха ночью 17-22. А теперь отправляемся в краевую столицу, город Краснодар. Здесь утром плюс 23, плюс 25, достаточно теплое утро у нас ожидается. Днем до 31 градуса температуры назначения поднимутся. К вечеру снова начнут постепенно опускаться до 27 градусов. Осадков мы в Краснодаре не ожидаем. Единственное, утром могут пройти кратковременные осадки в виде дождя. Ветер у нас небольшой, 3-4 метра в секунду, с переменными направлениями, давление в пределах нормы. А далее любимая народом рубрика «Погода на заказ». Елена Петровна Григина поздравляет своего зятя Хлопкова Сергея Александровича с юбилеем, который проживает в Санкт-Петербурге. Желаю счастья, везения, пускай успех придет большой, пускай семья тобой гордится, пускай всегда тебе везет. Пусть все хорошее случится и впереди удача ждет. К поздравлениям также присоединяется вся родня и поздравляет с днем рождения. А мы в свою очередь дарим прогноз погоды в Санкт-Петербург. На этом у меня все о погоде. Я желаю вам хорошего настроения и самое главное, чтобы любая погода приходилась вам по душе. Но дальше эфир продолжит «Факты спорт». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!